Останчане жалуются на недоступность жилья, высокие процентные ставки выплат по кредиту и низкую зарплату. Они считают, что члены правительства попросту не знают о всех бедах и нуждах казахстанцев. Об этом говорила и глава государства на расширенном заседании правительства почти месяц назад. Наши журналисты поинтересовались у жителей столицы, изменилось ли что-то за это время. Если честно, мы не замечаем, как они работают. Но простой народ, мы не видим, как они работают, не видим улучшения, не видим ничего такого в пользу, чтобы простых народов. Никакой помощи, ничего, даже абсолютно. Только я без квартиры хожу за 5 лет, на очереди стою, очень медленно пробежается. То есть вам тяжело? Да, очень тяжело. Более подорожание такое здесь у вас, квартиры дождаются, все. То есть проездной уже подорожал. Вы сейчас снимаете с детьми? Да, я снимаю уже 5 лет, да. Ну считайте, с двумя детьми без мужа осталось. Очень тяжело. Более с такой зарплатой 40 тысяч. Нереально. Кредитные процентные ставки мне не нравятся в банках. Почему, допустим, ты берешь какие-то 100 тысяч, возвращаешь это 3-4 раза больше, когда все европейские страны, американские страны, они дают кредиты по 3-4 процента. Весь мир сидит на кредитах. Я сам лично не хочу брать кредит, потому что это 3 раза больше надо возвращать. В Астане у нас процент, я не знаю какой, но очень большой процент приезжего населения, которые не могут приобрести жилье, загоняют себя в кабалу в том плане, что берут в аренду жилье, заработанная зарплата или уходит на аренду. Если человек работоспособный, он берет жилье в, ну, скажем, кредит. Оно должно быть гибкой в графике, значит, должно быть. Ну, к человеку надо как бы лицом повернуться. А на сегодняшний день я считаю, что вот эти политика банков намного жестокая. Жилстройсбербанк, говорят, 4% дают, но на самом деле, когда ты узнаешь, всякие процентные ставки, комиссии, это все, она выходит. И они дают квартиру там, где они сами желают, а не там, где ты хочешь. Я сам лично снимаю квартиру, да. Я плачу за квартиру 70 тысяч плюс комуслуги. Комуслуги уходят около 10-15 к зиму, она будет еще больше. Я не знаю, что буду делать. У меня сын сидит дома, то есть супруга с ребенком сидят. Они на моей шее. А на что мы жить будем, это самоинтересно. Даже если вы будете спрашивать мнение людей, да, все равно будет все делаться по закону, как положено, процентная ставка. Так что, я думаю, это бессмысленно. Тем более, статистика ведется еще.